Время позднее, пора уж и спать ложиться. Да пошел ты нафиг, да пошел ты нафиг, да пошел ты нафиг, да пошел ты нафиг. Как вы поняли, в этом видео я покажу вам то, что снимал на свой старый телефон. Назывался он Sony Ericsson Z550i, и вы, наверное, скажете, Да как вообще, на этот кирпич можно было что-то снимать, но я тут поспорю. Начнем с камеры. 1,3 мегапиксельная камера, ночной режим съемки, два типа сжатия, эффекты, четверократный цифровой зум. Но это еще не все. На этом телефоне можно монтажить видео. Наверное, я вас удивил, но на этом телефоне можно было делать полноценное видео. Помимо этого, еще можно обрабатывать фотографии и даже писать биты. Ну, короче, здесь можно было так нормально разгуляться. Кстати, хотите, сделаю одно полноценное видео только с помощью программ, которые есть на этом телефоне? Если да, то пишите в комментарии. Ну, в общем, в детстве мне очень нравилось делать монтаж на этом телефоне. И у меня сохранилось пару видосов. Так что давайте посмотрим их вместе. Вообще, больше всего мне нравилось снимать анимации. И я нашел способ, как можно делать покадровые анимации. Вот, например, видео про кролика из пластилина. Привет! Да, озвучка, конечно, топовая. Лютая-лютая анимация. Что еще сказать? Морковка. Сейчас съем. Даже не спрашивайте, что это было в конце. Кстати, забавно, как между кадрами происходили разные рандомные звуки. Вот тут позвонил телефон. А вот тут кто-то слушал тяжелый металл. Ладно, у меня есть еще пару видео с этим кроликом. Ах, это за конфеткой. Ах, это за конфеткой. Что же может быть в этом видео? Сгиньте камни. Где-то я уже это видел. Сгиньте камни. Что, что тебе сделал камень? За что ты с ним так? Возу и конфетища. Пора обедать. Да, довольно прикольное видео. Что же может пойти не так? Эх, вкусная была конфетка. Как же стыдно. Да, действительно, как же стыдно, что я это снимал. Это... Водит кокашки. Ура, наконец-то это видео закончилось. Да, конечно, снимал я всякое. Вот. Привет. Привет. Что это был за скример? А потом я нашел видео с названием «Война». Музыкальное сопровождение 10 из 10. Эй, помощник. Сколько же можно ждать? Стреляй. Сейчас, подожди. Кое-за чем схожу. Блин, если бы меня отправили на войну, то я был бы этим челиком. Да, все в атаку. Только сейчас я отойду, там приду, кое-что возьму. Дома забыл кое-что. Да, наверное, он надолго ушел. Ха-ха-ха, давай. Это наш шанс. Всего один. Стреляй. Подожди. Я кое-за чем схожу вон вниз. Топ-10 смертей в аниме. Это еще что? Оно точно не ближе. Оно точно не ближе. И прихожу такой. А что было? Оно точно не ближе. Ура, хэппи-энд. Блин, ну эта музыка, конечно, это что-то. Итак, следующее видео. Это самое жестокое видео, которое я снимал. Ну за что ты его так? Ладно, а теперь давайте посмотрим мои самые любимые видео. Представляете, я снял целый сериал. И там даже есть монтаж. Все, давайте скорее смотреть. Первая серия называется «Имя генератора». Я сейчас немножко не понимаю, почему я именно так назвал. Мне поручили охранять генератор от моего злого врага, Джокера. Я выбрал идеальное место для захвата. Сердцевина генератора. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, слушайте, а мне нравится, как я озвучил злодея. Сердцевина генератора. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что-то не так. Интересно, что? Какой-то генератор странный. Эй, кто там? Эй, выходи. Давай, давай, выходи. Все. Отлично, я потушил генератор. Ха-ха-ха. Нет. Что нет? Что же будет дальше? Давайте узнаем во второй части. Вызывайте подкрепление. Я ронен. Вот почему нельзя связываться со мной. Ха-ха-ха. Ё-тыщ. Ё-тыщ. Вот это экшен. Вот это драка. Вот это... Зло-зло-зло-зло-зло-зло. Зло-зло-зло-зло-зло. Да, именно так спят злодеи. Зло-зло-зло-зло-зло-зло-зло. Зло-зло-зло-зло-зло. Ты только не перенапрягись. Ай! Я что-то не понял. А где... Ё-тыщ. Подмигивающий смайлик. Всё. Ну а дальше идут типа титры, но это неинтересно. Давайте теперь перейдём к следующей серии. Она называется «Зелёная пакость». Ну вот это мне уже понятно, что там будет. Сейчас сами увидите. Ха-ха-ха. Сейчас я точно захвачу генератор. С моим... Дружком. Ту-ту-ту-ту. Дружком. Фу, что за гадость? Вот и гадость. Кстати, эта зелёная штука это не лизун и не пластилин. Короче, эта штука принимает любую форму, куда её положить. А если её скатать в шарик и кинуть, то она будет отпрыгивать как попрыгунчик. Пи-пи-пи-у. Странно. Даже не сработала наша охранная система. А, да ваша охранная система-то. Какие-то палочки. Ха-ха-ха. Хе-хе. Ну по факту это зубочистки. Она просто их впитала. И тебя впитает заодно. Нифига, вот это диалоги. Оно их впитало. И тебя впитает заодно. А-а-а-а-а. Не-е-е-е-ет. Что? Оно его впитало. Что же будет дальше? Узнаем во второй серии. Скорее, скорее, смотреть, смотреть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Э, ты отпусти. Я задыхаю. Ну вот куда ты? Куда? Это плохо. Блин, нифига, это зеленая штука лютая. Какая прекрасная картина. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кстати, интересный факт. Многие фразы и саундтрек я беру из других произведений. Каких-то мультиков или фильмов. Я уже точно не вспомню из каких конкретно. Ну не из воздуха, я же все брал. Я. Я считаю отличное завершение второй части. Блин, камера настолько плохая, что тут все черное и ничего не видно. Тут типа эта зеленая пакость села на голову нашему персонажу. Да, что произошло за эту секунду, наверное, останется тайной. Просто перевернулась вся ситуация. И все. Конец серии, по традиции в конце титры. Теперь третья серия, кстати, моя любимая. Называется Вулкан. Сегодня наша серия. Как я попал в вулкан. Ту-ту-ту-ту-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Хм, я, кстати, реально заинтересовался. Как же он попал в вулкан? Один раз мы дрались с Джокером, и меня Джокер уронил в вулкан. Умри! Так, где я? Кто? Джок? Он что-то сделает. Здесь вулкан. Ох, это главный брат Джокера. Вали, вали, вали. Искупащая в лаве. Сейчас объясню. Короче, у меня был коричневый пол и красный ковер. И пол, это как бы сам вулкан. А красный ковер, это типа лава. Ну и вот, типа, этот чел уплыл. Че за? Супер пук! Мда, кринж продолжается. Супер пук. Это был Супер Пук, хорошо, что я не упал в лаву. Ну ты напердел. Ну ты мог хотя бы это не комментировать. Супер Пук, блин. Супер Пук вблизи. Как я мог это придумать? Ага, какая грустная мелодия, но мне смешно. Уже третью серию подряд, перед второй частью видео, с главным героем происходит какая-то беда. Ну что сказать, стабильность. Ох, как мне плохо. Где я? Мне кажется, я где-то в лаве. Где я? Где я? Где я? Ой, ой. Где я? Я... Одноногий Джек, я тебя спас. Спасибо большое. Мне плохо. Пока и без комментариев. А что с Джекером? Равон лежит. Очень подозрительно. Если ты одноногий Джек, то... Вот это... Да, это засада Джокера. Равон лежит. Равон лежит. Равон лежит. Равон лежит. Самый гениальный ход, который можно придумать. Сначала главный злодей притворяется кем-то, чтобы спасти главного героя. И только для того, чтобы устроить засаду. Логика. Ха-ха-ха. Тебе никто не поможет. Шо? Тут поможет только Супер Пук. Суп-суп-супер Пук. Нет. 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 И... Ииии... Супер Пук. Да, я освободился. Интересно, как я делал такой порыв воздуха? Блин, я промахнулся. Ладно. Там есть ещё и четвёртая серия, но думаю, вам уже хватит. И чтоб вы понимали, всё, что вы видели, это ну такое. Просто гляньте отрывок из этой серии. Моё новое изобретение. Повторю, что дядя Хриша называет из меня. Ха-ха-ха. Всё, на этом я, пожалуй, закончу это видео. Пишите, что думаете в комментариях. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на канал. Подмигивающий смайлик. Всё.